Девушки отдыхают А я называю его Фанфара Дважды в прошлом году я был готов его обойти Но он меня топил Специально? Говорит, что нет Такие вещи часто случаются на гонке Но только не в этот раз Против моего нового инжектора у него нет шансов А ну-ка покажи Просишь демо-версию? Ну смотри У нас на хвосте Крэгминс Пускай рискнет Посмотрим, на что он способен Ух-ха! Мы его сделали Учись хорошим манерам, мальчик Смотри, какой прыткий Да, что-то новенькое Ну что ж, будем знать У меня гудит даже в шлеме Пусть Бертон даже не мечтает о победе в этом году У нас проблема Я горю! Прыгай в воду Ну что, ты в порядке? Да Благодаря дельфину Это Флиппер Что случилось? Бертон все это подстроил Он меня чуть не убил Флиппер Благодаря дельфину Благодаря дельфину Благодаря дельфину Благодаря дельфину Благодаря дельфину Телесериала Рика Браунинга и Джека Каудена. День года. Верина, многие из вас знают, что эти соревнования являются дополнительным источником сбора средств в поддержку Института по изучению морских животных. Призываю вас проявить свою щедрость. Это станет для вас еще одним шансом избавиться от лишней наличности, которой может быть набиты ваши карманы. И вас это тяготит. А теперь я с удовольствием представляю вам главу Ордкомитета седьмых ежегодных соревнований милую женщину, которая жертвовала не только деньги, но и время, и свой талант в дело развития Института. Дамы и господа, мисс Лямонт Вандергрид. Спасибо, спасибо. Прежде всего, хочу поблагодарить доктора Долтон. Без ее героических усилий эти соревнования не состоялись бы. Ну, как дела? Ужасно. Ничего не продали? Так, кое-что. Ко мне вообще за целый день только три человека подошли. Нет, нет, гораздо больше. Эти трое наверняка из типа мускулистых красавчиков. Это такая несправедливость работать в лучшую неделю года. А сувенирный стенд это рекламный бренд. Холли, нашему институту нужен новый измеритель содержания газа в крови. С его помощью мы сможем приступить к государственной программе изучения дельфинов на больших глубинах. И нам нужно добрать необходимую сумму. Стойте, нам же нужно примерно десять тысяч, верно? Отец может купить его на мое имя в кредит. И сделать возвратный лизинг или... С поправкой на инфляцию не забудь. Нет, и еще раз нет. Я хочу, чтобы мои студенты научились бескорыстно работать ради общего дела. Ой, я готов работать. Но есть и другие возможности изыскать необходимые средства. Ладно. Только если ты не будешь брать деньги у родителей взаймы. То есть не покупай машину, чтобы не разыграть ее в лотерею. Ай. Было бы лучше, если бы ты просто сидел спокойно. Нет, было бы лучше, если бы ты был молоденькой медсестрой, да еще с длинными ножками. Вот в этом ты весь, Миллс. Пытаешься торговаться, даже когда тебе оказывают первую медицинскую помощь. Похоже, ребята, вы знаете друг друга давно. Пацанами вместе играли в бейсбол. И его кривые подачи отбивал лишь я. Да он сам мазал столько раз, что его следовало бы под суд отдать. Вы похожи на братьев. Так и есть. Я осиротел в тринадцать. Отец Тома стал мне вроде второго отца. А вот этот – моим братцем. Мы влюбились в спортивные катера. Одно лето мы с ним убили на то, чтобы установить на деревянную лодку движок от старого «Шевроле». Хотели отогнать ее в док, но когда спускали из трейлера, она пошла на дно камнем. Тяжелый мотор для маленькой лодки. Именно так. Все было не всерьез, но это стало для него началом карьеры. Ну, пока это карьеры не назвать. Шестой год мотаюсь по соревнованиям для юниоров и дышу выхлопными газами катера Бертона. Ну, а теперь у Крейга есть суперсекретная система топливного впрыска. Какой суперсекрет, если не держать язык за зубами? Я работал над ней три года. Настала пора опробовать в действии. Мощность движка вырастает процентов на сорок. Приз будет наш. Уверен. Мне нужны эти пять тысяч, чтобы заплатить адвокату, который пробьет мне патент. Хочешь сказать, Бертон пошел на диверсию, потому что что-то узнал? Но если это секрет, как он мог узнать? Как говорится, слухами земля полнится. Тогда необходимо предъявить ему иск. Да. Если Кэп обнаружит следы злого умысла, то обязательно предъявлю. Кто звонил? Ну, этот звонок не относится к делу. Сейчас вернусь. И как же все это распространить? С помощью моих подопечных. Признаюсь, мне нравится ваш стиль работы. И мне ваш. Моя работа одно удовольствие. Я рада, что вы нам помогаете. А я говорила вам, что когда-то выступала в гонках, когда железная дева побила рекорд по скорости в классе Б. О, вы говорили про это раз сто или даже двести. Вспомнить бы молодость. Но я сейчас так завалена работой. Да, я вижу. Меня попросили помочь. Я собирался отказаться, но увидев, как вы завалены работой... Соглашаетесь. Оно того стоит. Очень прошу. Хорошо, убедили меня. Алло, это Том Хэмптон. Передайте секретарю, я согласен. Да. Пока. Вот и отлично. Чем вы займетесь? Председатель комитета Аткинс отлучился по неотложным делам. Я буду замещать его в жюри конкурса красоты временно. Что? Нет, я не верю. Неужели вы примете участие в этом неприглядном старорежимном шоу? Я не собирался, но вы меня уговорили. И что же плохого в этом конкурсе? Парад почти обнаженных девушек в купальниках ради удовольствия мужчин. Оценивается не только красота, но и ум и талант. Тогда отмените дефиле в купальниках. Вы серьезно? У меня идея. Я знаю, как еще можно денег заработать. Отлично. Как? Участвовать в конкурсе красоты. Дака. Я понял. Давай. Взрыв был вызван повреждением в контуре давления. Но если кто-то и подстроил это, пожар уничтожил все следы. Так я и знал. Бёртон умеет выкручиваться. Но на этот раз с меня хватит. Пойду проверю катер. Удачи тебе. Ждите. До скорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кыш, отсюда! Форма двигателя изменена. Что это значит? Он изменил инжектор и топливную систему. Но как именно? Надо взглянуть поближе. Пока мы не превратили его... катер в подлодку. По правде сказать, я часто рисковал жизнью. О, Брэнди, я бы многое тебе рассказал. Многое, что тебе пригодилось бы в жизни. Был весьма рад познакомиться, мисс Бортковский. Спасибо. Интересная девушка. Хочет учить танцам социальных работниц. О, теперь в офисах соцобеспечения станет веселее. Да, да, можете смеяться. Так трудно оценивать беспристрастно всех этих девушек. Следующая. Привет, Том. Или вас называть Судья Дрей? Знаешь, Холли, я должен относиться к тебе так же, как ко всем остальным. Ладно. Выграю на общих основаниях. Давай пропустим эту часть. Я должен сделать пробный заезд. Конечно, но не сейчас. Катер будет готов приблизительно через час. Он не готов? Готов. Но Крейг узнал, что я рекордсменка мира, и он берет меня в заезд. У вас уйма времени. Пока. Хорошо. Продолжим. Расскажи о своей семье. Конечно. Ты должен задавать всем одни и те же вопросы. Но скажи, для чего делать вид, что мы не знаем друг друга? Как прокатились? Я уже забыла. Как это здорово. Катер мчи трезво. И ты был прав. Она настоящий зубр. Разглядела на воде какие-то обломки и указала мне, что нужно свернуть. Женя может все. Даже готовить. Как-нибудь я угощу вас своим фирменным бифштексом. Заманчиво. Добрый день, доктор Долтон. Миссис Вандергрив. Я взяла перерыв для отдыха. Отлично. Давно это надо было сделать. Спасибо. А что-нибудь случилось? Вообще-то я пришла по личному делу к капитану Долтону. Вам же все равно. Нужно пока переодеться. Хорошо. Капитан. Что она хочет? Если я скажу, то придется тебя убить. Это более скромная в консервативном стиле походка для вечернего платья, когда нужно подчеркнуть элегантность осанки. Ясно. Но показываясь в купальном костюме, нужно взмахивать руками и слегка извиваясь, будто говоря, я уверена в себе и привыкла, когда на меня смотрят в купальнике. А я думала, все просто выходят и из них выбирают самую красивую. В тебе еще столько наивности. Майя, ты должна овладеть хитростями. Например, зубы следует вазелином смазать. Что? Боже! Видишь, Лим, от него зубы ярче блестят. И еще, что главное для участницы? Улыбка, улыбка, улыбка. То-то. Но в пылу борьбы ты можешь захотеть вытереть губы. И они сразу же прилипнут к зубам. Тогда-то трудно будет выкрутиться. Я поражаюсь, как много ты знаешь. Точнее, как много об этом вообще можно знать. И не забудем о награждении. Смотри. Моя корона. Мой скипетр. Приветствия подданных. Смотри на руку. Она не болтается. По-королевски чуть свободнее. Какая походка? Э-э-э, элегантную, видимо. Отлично! Два годика моих уроков, и ты победительница всех конкурсов. Ну ладно, пора позаниматься самой. Талант видно издалека. Увидимся. Пока. 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 Не говори, что и тебя вовлекла Холли. О, нет, нет, я просто хотела... Все в порядке, Майя, не волнуйся. Нет ничего дурного в том, чтобы стараться быть привлекательной. Так вы не сердитесь на Холли? У нее ведь есть веские причины. Меня беспокоит общество, в котором убеждают, что важна лишь красота и тонкая талия. И конкурсы красоты тому подтверждение. Нужно уметь побеждать. Но победитель это... вовсе не тот, у кого, например, пятый размер груди или... красивый носик. Звонят. Это насчет соревнований. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Что, уже и помечтать нельзя? Подходящее? Не дай бог такое подвернется Особенно под конец у финишной черты Когда некоторые мысленно уже будут праздновать победу Они даже не поймут, что это было В чашку кофе, пожалуйста Итак, Тина Тау, которая игуана Нет, 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 это Бруки Тина Тау, которая розовый кабриолет, который все время ломается Точно, ее мечта кабриолет, который бы не ломался У кого-то тут еще была машина Где же это? Ну, спасибо А, это ты? А, Брэнди Точно, Брэнди Знаешь, Брэнди, мне кажется, ты забегаешь вперед Это запрещенный прием Кажется, мне уже пора Отлично Спасибо В смысле Не забегу Ой-ой-ой 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 Спасибо за помощь И за телефончик Похоже, твои дела идут неплохо Да, я продал вдвое больше, чем вчера Прослушивание позже и просмотр тоже Похоже, что судейство его стихия Просто чудесно Но я сейчас очень занят К тому же не честно, если я просмотрю вас заранее Вы же не хотите победить не по правилам? Эй, сюда надвигается штормовой ветер Почти цунами! Мисс Регаты Болл-Харбор Доктор Долтон, дорогая Вы не представляете, как я переживала Что вы все узнаете И не получится сюрприза Сюрприза? Да Маленький знак благодарности за проделанную вами работу Что за сюрприз? О, если я вам скажу это Вы меня убьете? Нет, едва ли Ой, извините, я думала Понимаетесь Да чего же я не люблю все эти сюрпризы? Но это приятно Это же прекрасно Леди и джентльмены Встречайте нашего уважаемого ведущего Кэпа Долтона Привет, ребята Ой, извините Все в порядке? Эй Вы зрители или живые скульптуры? Ладно Дело ваше В общем Мое имя Кэп Долтон Ваши имена не спрашиваю Я автор морских карт Кэпа Долтона Еще, наверное, известен многим из вас Как автор рекламных анонсов Исполняемых в три часа ночи В театре больных бессонницей Да? Ну ладно Просто я тот, кто является здесь местным символом Седой парень, чья голова Полным-полна смекалки и мудрости У него всегда на готове шутка Или две, а то и три Да, я вспоминаю Как на прошлой неделе Мое суденышко фрахтовали Священник, министр и раввин Это же какой-то кошмар Она же только подпрыгивает Это называется талант Это же прекрасно Как балет Только прыгучая Она инструктор по аэробике Вот и все Я же не препарирую на сцене млекопитающих А можно бы, если в купальнике Давайте, все вместе Хлопайте в ладоши Эй, не зевайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо Эй, ну разве не круто, ребята Сбросить бы мне годков 20 Я пошутил А следующая участница Приехала из Палм-Бич Эта красавица бросила якорь здесь В институте по исследованию животных Которым заведует моя любимая дочь Доктор Дженнифер Долтон Привет, Джен Ладно А сейчас давайте насладимся чарами Мисс Холли Майерс Спасибо, спасибо Сегодня я хочу удивить Уважаемую публику фокусами И ловкостью рук Убедимся, что в моих руках Ничего не спрятано Для первого фокуса Мне понадобится доброволец Пусть им будет Эммм Вы, судья Хэмптон О, нет, не думаю, нет Кажется, его нужно подбодрить И сейчас Перед вами мой Знаменитый Ящик смерти Прошу вас, судья Ты умеешь это делать? Не бойся, ты же мой гарант на победу Этот фокус я отрабатывала на своем братишке Завтра ему исполнилось бы 16 Ха-ха-ха-ха Поверьте, я боюсь гораздо больше него Я еще не набила руку Ха-ха-ха О, хорошо, что не мне выбирать пятёрку, которая войдёт в полуфинал. Они выглядят, как стая голодных, разъярённых барракут. Итак, пора узнать результаты. Приветствуйте! Вот они, наши девчонки! Вот они! Как зубы блестят! Это вазелин. Вместо зубной пасты? Итак, мы объявим полуфиналисток, как только судьи проверят и уточнят свои оценки. На девушек они уже насмотрелись. Это Брэнди, полуфиналистка номер три. А на четвёртом месте у нас Ронда Дивайн. Хули сто раз красивее, чем она. Что это за Ронда Дивайн? Вроде так звали какую-то стриптизёршу. Да. А теперь, подводя итоги, мы должны назвать главную финалистку конкурса. Это... Мисс Холли Майерс! АПЛОДИСМЕНТЫ О чём ты подумала, когда вышел Кэп? О вещах, о которых не принято говорить. Как прелесть! Публика в него влюбилась. У меня дух захватило, когда тебя объявили победительницей. Тебе понравилось? Было бы более эффектно, если бы они выбрали девушку, которая ничего из себя не представляет. Мне кажется, он нас куда-то зовёт. Зарезервировано для гонщиков. Зарезервировано для гонщиков. Зарезервировано для гонщиков. Вызывай скорую. Зарезервировано для гонщиков. Надо накрыть его брезентом, он без сознания. Я здесь, друг. Я с тобой. Зарезервировано для гонщиков. У нас человек ранен. Потерпи. Врачи скоро будут здесь. Да. Если ты проснёшься, я дам тебе тонны твоих любимых пирожных. Тон. Эй, как ты? У нас завтра гонка. Но ты не можешь, Крейг. Катер. О нём речь. Нам нужен этот приз. Иначе всё кончено. Где же найти за один день классного гонщика? Ты. Ты гонщик. И Джен. Я не могу, Крейг. Да. Это мечта отца. Ты и Джен. Пожалуйста. Хорошо. Отлично. Крейг, кто тебя ударил? Ты сможешь... победить. Впервые вижу такой инжектор. В этом идее... новая система. Жаль, Милса, у него нет денег для патента. Да, жаль до смерти. Составь подробный чертёж. Инжекторы должны быть спасены после крушения. И все законные права на изобретение наши. Было бы неплохо. Это смешно, но Милс должен меня благодарить. Ранив его, я всё-таки спас ему жизнь. Пора посадить дерево. Замечательно. Большое вам спасибо. Да-да, пока. Ну вот, я нашла замену на завтра. Теперь у тебя есть штурман, всё в порядке. Отлично, спасибо. А ты не боишься садиться за руль? Нет. Хотя, если честно, я боюсь. О, вот так признание. В смысле, нет, я не боюсь. Я водил катера, быстрые катера. Но этот катер – детище Крейга. Боюсь его подвезти. Я тоже боязна, когда нет опыта. Но есть много эмоций. Обычным людям. А гонщики – это безумцы. Как романтично. Я рад, что рядом со мной будет сидеть второй безумец и указывать, каким курсом идти. За удачу, напарник. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Болл-Харбор на ежегодные гонки на катерах. Этого события все очень долго ждали. Это тот самый чемпион? Да, это он. Готов? Ну что, напарник, сделаем это. Смотри, Воба, мы должны прийти вторыми и будем блокировать всех, кто попытается нас обойти. Катер Милса должен прийти первым. Я понял. Нет проблем. Итак, начинает гонку фаворит соревнований Спенс Тёртон, известный под именем Новатора. Отмашку дает капитан Долтон. У него в руке зеленый флажок. Пошел! И они срываются с мест. Начинается гонка. Катер Спенса Бёртона подпрыгивает на волнах, устремляясь вперед. Другой катер становится главным конкурентом несущийся, как ветер, новации. Катер Крэйга Милса не отстает. Сегодня им управляет Том Хэртон. На месте штурмана доктор Дженнифер Долтон. Они держатся бок о бок с катером Новация. Спенс Бёртон крепкий орешек. Он претендует на титул чемпиона уже в четвертый раз. Ходили слухи, что в этом году Крэйг Милс усовершенствовал свой катер. И это похоже на правду. Итак, катер Милса набирает отличную скорость. И это настоящая эмоция! Заносит сильный встречный ветер. 10 градусов влево. Пошло! Отлично, мы их обходим. Кэрлендж как будто обрел второе дыхание. Он выходит вперед! А я не ошибся! Вы только посмотрите, какая скорость! Субтитры сделал DimaTorzok. Встреча субтитры сделал DimaTorzok. Дисклеймер. Еще поворот! Мы на финише! Подожди, маркер шевелится! Что-то не так! Это флиппер! Возьми левее! Не заваливай за маркер! Побеждает капер Крейгер! Да! Это замечательно! Капптон и Цикер Долтон! Возьми левее! Капптон и Цикер Долтон! Капптон и Цикер Долтон! Капптон и Цикер Долтон! Отлично Возьми роль Отвяжись Куда же вы, ребята? Видимо, у вас есть веские причины, чтобы покинуть этот город Такие, как диверсия О чем это вы? Все о том же Забирайтесь на борт Предупреждаю, у нас заряженный дельфин Люблю этого дельфина А четвертое место Занимает мисс Эшли Грин Так, а вот третье место у нас Занимает мисс Холли Майерс Третье место Это было нечестно Да ну, я совсем не претендую на корону, мисс Брэнди Но ты видела ее приветствие Рука была как на шарнирах Точно, я из-за этого расстроился Ох ты Семь-десять дней и срок нормальный Спасибо Что может быть более волнующим, чем покупка анализатора крови? Думаю, ничего Я знаю что Когда из больницы звонит друг, чтобы сказать, что ему гораздо лучше Крейг? Наконец Да, он сказал, что уже позвонил адвокату по поводу патента Даже страшно подумать, что патент был почти в руках у Бертона Как флиппер мог сдвинуть буйок и выпустить дерево? Хотя в дельфинах меня ничто не удивляет Меня тоже? Том Поговорим-ка по поводу конкурса Ну, я сделал все, что было нужно Естественно Это другие судьи не увидели разницу Между дешевкой и настоящим стилем Да Вообще-то, Кэп дал мне судейские записки Можем посмотреть, как кто проголосовал Постойте, так все судьи дали Холли третье место Что? Эээ, Холли, слушай Холли, я все объясню Понимаешь ли, я, ну Нет, прошу не злись Я не должен был судить предвзято А девушки были талантливые На втором месте девушка Мим Ее прогулка против ветра была фантастична А Брэнди покорила меня своим редким интеллектом Я... Она считала, что Наса – это герой Мелроу Сплейс Я знал, что так и получится Вот почему я там не хотел участвовать Ай! Фильм переведен и дублирован отделом кинопоказа Телерадиокомпании Петербург, Пятый канал